Динамо Казань Подробности матчей обновленного казанского «Динамо» смотрите прямо сейчас в программе студии «Байер» в видеоспорах. Октябрь – время рассыпать мячи на хорошо подготовленном шведском льду. Уже который год подряд участников Кубка мира по хоккею с мячом принимает Йорансен-Арена в городе Сандвики. Команда «Динамо Казань» в четвертый раз в своей истории принимала участие в турнире. В 2013-м тренерскому руководству «Динамо» вернулся самотитулованный российский специалист Владимир Янко. И на Кубке мира он представлял обновленный состав команды из столицы «Петерстан». К октябрю в команде наигрывались пять новичков. Россияне Сергей Калинин, Иван Щеглов и Кирилл Петровский, а также два шведа – Даниэль Валитала и Ханс Андерсов. Изменения коснулись и тренерского штаба «Динамо Казани». Помогать Владимиру Янко в сезоне прибыл Дмитрий Щетинин, известный по работе с молодыми российскими игроками, в том числе и на уровне национальных сборных. Близок к переходу на тренерскую работу и Павел Франц, но пока официально защитник-ветеран значится игроком команды. Накануне Кубка мира «Динамовцы» сыграли во втором групповом раунде Кубка России, заняли в своей группе первое место, но потеряли травмированными ведущих игроков Максима Черных и Максима Пахомова. В связи с этим сложно было предположить успешное выступление в Швеции. Проблема, она такая, может быть, и не очень такая глобальная, но, к сожалению, на этот период времени, на период Кубка мира, мы потеряли практически атаку, контратаку. Остался один с Ами Лакканом, и у нас нет такого класса полузащитников, как Пахомов и Максим Черных, которых мы могли бы заменить. И поэтому мы не так острые, скажем так, в атаке сейчас. А это все-таки хоккей с мячом, это не футбол, здесь 0-0 сыграть невозможно. И несмотря на то, что организация обороны меня на данный момент вполне устраивает, то вот, конечно, в контратаке мы сейчас резко сдали. Но, тем не менее, все равно забиваем, все равно пытаемся перестроить игру. Игра стала немного, может быть, шведская, что, в принципе, мне не очень нравится, но выхода другого я пока не вижу, пока ребята не вернутся в строй. Пахомов и Черных вообще не приехали в Сандвикин, но у целой группы игроков, что готовились к играм, были определенные проблемы со здоровьем. Жданов, Андерсон, Петровский не могли выполнять максимально возможный объем работы. Так что тренерам предстояло действительно поломать голову над тем, как достойно сыграть в турнире, не имея равноценной замены основному составу. В этой связи говорить о задачах на турнир было, ну, наверное, неблагодарным занятием. Вы понимаете, задачи должны ставиться всегда. Дело в том, что, как мы выступим в группе. Понятно, что в 12 человек далеко пойти очень трудно. Конечно, четвертьфинал, полуфинал и финал – это уже для команд, которые располагают большой скамейкой и хорошим таким, скажем, запасом прочности. Это понятно. Но мы попали в очень сильную группу. И в этой группе выступить достойно, занять, например, первое место и выйти в следующий круг, я бы считал это большим успехом. Итак, в Кубке мира 2013 года казанская «Динамо» попадает в группу «Б» и, противостоя «Динамовцам» на групповом этапе, выпадает трем шведским командам – «Юздали», «Больносу» и действующему чемпиону Швеции «Хаммербю». Первая игра свела на льду Йоранса на арены «Динамо-Казань» и «Больнос». По традиции «Динамовцы» Казани в Швеции перемещались на своем клубном автобусе. 10 октября 2013 года вечером для «Динамо» началась официальная программа выступления в Кубке мира. Первая игра турнира всегда особенная, скажем так, задающая тон скоротечному соревнованию. Проигрывать, понятное дело, очень не хочется, даже учитывая множественные проблемы с составом игроков. «Больнос» – команда крепкая, как и все, наверное, шведские команды, и с амбициями победителя. В общем, «Динамовцы» были готовы к трудностям и преодолению этих самых трудностей. Хозяевами инициативы в игре «Динамо-Казань» «Больнос» были шведы. Они больше владели мячом, много двигались, но казанцы, намеренно отдав инициативу, уверенно-надежно играли в обороне и нет-нет, да и контратаковали. В первые 10 минут удары в створ ворот можно было сосчитать на пальцах одной руки. И один из таких ударов произвел Алексей Бушуев. Да, мяч не оказался в сетке ворот шведской команды, но был заработан угловой. И именно после розыгрыша этого углового удара Сами Лаконин открывает счет забитым мячам «Динамовцами» Казани в Кубке мира 2013 года. 1-0 «Динамо-Казань» по улов в матче с «Больносом» после розыгрыша стандартной ситуации. Пропущенный мяч заставил «Больнос» большими силами идти вперед, искать счастье у ворот Свенцена. И в одной из ситуаций арбитры помогли шведам подобраться поближе к успеху. Спорный пенальти был назначен в ворота «Динамо-Казани», но мяч отражает перекладины, счет на табло не меняется. Молодец Свенцен, значит, договорился с перекладиной и стойками ворот, чтобы играли за него. Впрочем, и в игровой ситуации Свенцен имел возможность проявить себя и проявлял. Однако на 23-й минуте мяч из сетки «Динамовских ворот» все-таки пришлось доставать. После розыгрыша углового Андреас Уэст, капитан «Больноса», отправляет мяч в сетку точным ударом в правый верхний угол ворот. 1-1. Шведские мальчишки ликуют, а казанский мальчик под 14-м номером по фамилии Артюшин отправляется к воротам соперника и вколачивает мяч под перекладину с острейшего угла. Ну, конечно, мальчиком Артюшина уже назвать сложно, потому как в этом сезоне это твердо игрок основного состава. И его мяч, что называется, в раздевалку, заставил приуныть шведских болельщиков, которые делились своим разочарованием отхода матча посредством интернет. «Динамовцы» во втором тайме игры против «Больноса» выглядели куда увереннее, солиднее, можно сказать, и комбинация лаконен-шабуров-красиков заканчивается взятием ворот. 3-1. 47-я минута игры. И вроде бы все уже понятно, но шведы-то не из того дробкого десятка и, подправив заточку коньков, надеется в последнюю 10-ти минутку все изменить в свою пользу. «Динамовцы» не изменяют себе, продолжают играть в свою игру. Арбитры не замечают нарушений правил в штрафной площади хозяев льда. И к этому «Динамовцы» тоже готовы. Время играет за них, а тем более, что еще и сами они играют за себя. Проход по правому флангу Алексея Бушуева заканчивается прострелом на дальнюю штангу, где эту комбинацию завершает Денис Артюшин. Второй мяч Артюшина в первом матче Кубка Мира. 4-1 на табло, и здесь уже действительно все понятно. Итоговый же результат подкорректировал на 63-й минуте Юха Люкконен. 4-2. Победа «Динамо» Казани в сложном стартовом матче Кубка Мира против «Больнеса». В любом случае, два турнира на хачка. А победных очков заработано – это здорово. Первые минуты, наверное, чуть-чуть было волнение. Мы ничего, потом справились. Наверное, отдали инициативу сопернику. Они больше контролировали мяч. У нас удача была грамотнее сыграть в обороне и действовать на контратаках резко. Вот у нас несколько неплохих моментов получилось. Забили голой. Ну и вот, доволен, что выиграли первую игру. На матч с «Хаммербю» на трибуны Йорансен-арены в Сандвиконе прибыли и болельщики казанского «Динамо». Все они – Свенсены. Семья голкипера «Динамо» Андерса Свенсена. «Хаммербю», напомним, действующий шведский чемпион, да еще и Кубок Швеции 2013 года был завоеван «Хаммербю» аккурат накануне Кубка Мира. Потому поединок представлялся самым непростым на групповом этапе для «Динамовцев» Казани. Начало действительно было за хоккеистами «Хаммербю», но вот первыми распечатать ворота соперника смогли «Динамовцы» Казани. Сергей Шабуров с передачи Алексея Бушуева после розыгрыша углового удара открывает счет встречи. 1-0. Предположить, что какая-то из команд в этой игре отличиться скорострельностью было сложно, но именно так и случилось, потому как уже на 10-й минуте Кирилл Петровский с передачи Ивана Щеглова удваивает преимущество «Динамовцев» Казани. 2-0 в 10-й минуте. Но на этом неприятности «Хаммербю» не закончились. 11-я минута. С мячом Дмитрий Логинов и как по маслу проходит всю оборону, «Хаммербю» отправляет мяч в сетку. 3-0. Такого, наверное, не ожидал никто. Но шведские болельщики точно не ожидали от действующего чемпиона эдаких оборонительных провалов. Зато болельщики Казанского «Динамо» пусть их и было совсем немного, но радовались от души. Болельщики «Хаммербю» как могли поддерживали своих хоккеистов, но еще в первом тайме четвертый мяч организовали казанские «Динамовцы» в ворота обладателя Кубка Швеции 2013 года. На этот раз от углового флажка Алексей Бушуев ассистировал Даниэлю Валеталой. Четвертый мяч для шведов был просто гильотиной, по сути. Нет, отыграться во втором тайме со счета 0-4, конечно, можно, однако по первому тайму предпосылок к этому просто не наблюдалось. Попытки сыграть жестко против игроков казанского «Динамо» ни к чему не привели, и разочарованные болельщики стали покидать трибуны еще до свистка, обозначающего перерыв в матче. Хотя шведы старались под занавес первого тайма хотя бы один мяч организовать в ворота Свенцена, но Свенцена с этой постановкой вопроса был не согласен. 4-0 после первого тайма, и у динамовцев в Казани отличные шансы досрочно занять первое место в группе. Победа давала им такой шанс. Однако начало второго тайма определенный оптимизм шведским болельщикам вернул. На 32-й минуте Пер Эйнерсон забивает первый мяч в ворота «Динамо» Казани, и на какое-то время игра переходит на половину поля казанцев. Много жесткой борьбы, много столкновений, контратаки с той и с другой стороны, напряженка, которая не давала результата на табло. Тренеры Хаммербю берут таймаут, и это в какой-то степени сыграло в пользу шведского чемпиона. Отличный момент, и второй мяч отправляется в сетку ворот Андерса Свенсена. С учетом компенсированного времени за таймаут оставалось играть еще порядка шести минут, и этого вполне достаточно в хоккей с мячом, чтобы сотворить маленькое шведское чудо. Но татарстанцы решили по-своему. Андерсон предложил пробить поворотом Денису Артюшину. Артюшин был точен, и счет на табло не оставлял Хаммербю никаких шансов. Есть вторая победа казанского «Динамо» на групповом этапе Кубка мира. Был определенный такой настрой. Пытались выполнить тактическую задачу, которую тренер перед матчем донес до нас. Что в первом тайме у нас получилось. Во втором, естественно, пытались удержать счет, и были какие-то моменты, где-то что-то не получилось, но в итоге довели матч до победы. Я думаю, что нормально все прошло. По ощущениям, команда как далеко может согнуть и иметь такую игру сегодня и вчера? Ну, сложно сказать. Надо просто стараться максимально все выжимать из этого. И стараться, прежде всего, выполнять то, что от нас требует тренер. И если мы будем это делать, я думаю, что у нас большие шансы. На что? На победу в Кубке мира. Не знаю, как насчет Кубка мира. Здоровый юмор Алексея Щеглова, конечно, радует. Но на победу в группе «Динамовцы» Казани наиграли после двух туров. Больнас и Хаммербю в очном поединке будут теперь решать, кто пройдет в четвертьфинал. Ну, а «Динамовцы» в третьем групповом матче встречались с хоккеистами Юздали, аутсайдерами группы «Б» Кубка мира 2013. Интрига встречи «Динамовцы» Казани Юздаль была в том, смогут ли шведы хотя бы в одном из матчей группового этапа Кубка мира победить. Интрига умирала постепенно и начал этот процесс с передачи Шабарова сами лакомен. Десятая минута. 1-0. Преимущество «Динамовцев» Казани было настолько неоспоримым, что они позволяли себе транжирить налево и направо моменты у ворот Юздали. Голевые моменты у ворот Казанского «Динамо», которые в матче против Юздали защищал Александр Темников, были редкостью, и с этой редкостью защитники и галкипер справлялись. А в нападении у «Динамовцев» по-прежнему шла растрата, и по этому поводу было много разочарования. И все-таки количество неминуемо преобразовалось в качество. Кирилл Петровский. 24-я минута. 2-0. Передачу Петровскому отдавал сами лакомен. Тот же лакомен спустя 4 минуты снарядил Петровского в очередную атаку. И на этот раз новобранец Казанского «Динамо» все сделал результативно. 3-0. 28-я минута. И итог первого тайма борьбы между «Динамовцами» Казани и Юздали. Канареечные, как и предполагалось, ничего не смогли противопоставить бронзовому призеру российского чемпионата 2013 года. В дебют второго тайма Сергей Шабуров и Кирилл Петровский организовали четвертый мяч в ворота Юздали. И можно было бы, наверное, заканчивать на этом. Но и регламент есть регламент. Нужно играть два тайма по 30 минут. На 36-й минуте Александр Темников парирует мертвейший мяч. Но уже на 37-й минуте все-таки мяч оказывается в сетке Казанских ворот. Розыгрыш углового и Табиас Бьерклунд забивает гол престижа. «Динамовцы» пытались играть в свое удовольствие. Шведы, как могли, пытались противостоять «Динамовцам». Но от разгрома Юздаль все-таки не ушел и в третьем матче группового этапа Кубка Мир. Пенальти зарабатывает Денис Артюшин. И на 53-й минуте сами Лаконин реализует штрафной удар. Согласно отзывам об игре Лаконина на этапах Кубка России, он переживает действительно вторую молодость и приносит немало пользы команды, несмотря на зрелый возраст. «Мавр» таки сделал свое дело, и главный тренер команды Владимир Янко отправляет и Лаконина, и Шабурова отдыхать. Больше их помощь на льду в матче против Юздали не понадобится точно. Но итог встречи подводят Дмитрий Логинов и Кирилл Петровский. 6-1. Кирилл Петровский – покер в матче с улцайдером Кубка Мира. Итак, «Динамовцы» Казани выполняют задачу, озвученную накануне турнира Владимиром Янко. Выигрывают ребята три игры и выходят в четвертьфинал с первого места в группе «Б». Согласно регламента, победитель группы «Б» в четвертьфинале встречался с командой, занявшей второе место в группе «А». И этой командой стал «Архангельский водник», который, кстати, свой последний групповой матч провел раньше казанцев на несколько часов. И это определенное преимущество соперника, потому как у «Динамовцев» на отдых и восстановление оставалось только два часа. Я точно знаю, что у ребят есть огромное желание. Я думаю, что мы и тактически постараемся выстроить игру грамотно. Но как все дело пойдет, сказать очень трудно. Но очень хотелось бы, честно говоря, вот в этом, скажем так, урезанном составе стать, войти в четверку лучших команд мира. Это было бы, я считаю, потрясающим достижением нашей команды на этом этапе. Архангельский водник Архангельский водник мог похвастаться дюжиной болельщиков, прибывших из Архангельска в Сан-Двикин поболеть за родную команду. И команда действительно понравилась на групповом этапе. Понравилась прежде всего с самоотверженной борьбой за место в четвертьфинале. И добилась своего. Вышла в четвертьфинал из непростой группы. Создавалось такое впечатление, что Архангелогородцы специально подводили свои игровые и физические кондиции к матчам Кубка Мира, куда они попали по специальному приглашению организаторов. Однако в первом тайме матча против Казанского Динамо водник ничего не мог противопоставить игре команды Владимира Янкова. На десятой минуте Сами Лаконен выстрелил из-за радиуса, попал в штангу, а Дмитрий Локинов спокойненько переправил мяч в верхний угол ворот водника. Один ноль. Причем динамовцы Казани во всех компонентах игры переигрывали соперников. И могли, вполне могли развить свое преимущество до трех, четырех и пяти мячей. Но по ряду обстоятельств мячи эти в ворота водника не залетали. Не залетали в том числе и с 12-метровой отметки. Сами Лаконен сильно во вратаря счет не изменился. Один ноль. Второго мяча болельщики Казанского Динамо ждали до 23-й минуты, когда Вушуев отправил Лаконена в проход к воротам водника, и Лаконен реабилитировался за незабитый пенальти. Под занавес первого тайма водник не использовал, пожалуй, единственный момент, который можно было назвать голевым. Алексей Гладышев после розыгрыша углового вроде бы все делал правильно. Низом прострелил Свенсона, но на подстраховке здорово сыграл капитан Динамо Казани Сергей Шабур. Так что на перерыв динамовцы Казани отправились двумя мячами преимущества и уверенными в своих силах. Однако через полторы минуты после начала второго тайма вот такой мяч залетает в ворота Андерса Свенсона. Водник стал наседать на вороты Казанского Динамо. Динамовцы все свои основные силы сконцентрировали у своих ворот. Свенсон творил порой чудеса и счет долго-долго не менялся. Да, было отчего понервничать на скамейке тренерской Владимиру Янко. В свою очередь наставник Водника Эдуард Трифонов со своими игроками планировал в концовке матча все-таки дожать Казанцев и заполучить вожделенный выход в полуфинал. И ведь были близки Архангелогородцы к сотворению чуда. Чудо, за которым они, собственно, в Швецию и приехали. Но в завершении атак Водник был не убедителен, а на стороне Казанцев была еще и удача. Так что Архангельск и Казань в четвертьфинале Кубка Мира выдали на гора вполне зрелищный по-настоящему кубковый матч. И в этой игре преимущество итоговое досталось той команде, которая забила на один мяч больше. В других четвертьфинальных матчах были зафиксированы следующие результаты. Енисей без проблем разобрался с Больносом 5-1. Иркутский Байкал Энергия в упорной борьбе одолел Хабаровский СКА Нефтяник 3-1. Ну а московская «Динамо» разгромила команду-хозяйку Йорланса на арене «Саик» со счетом 9-1. И это самый неожиданный счет. В общем, в полуфиналах впервые в истории Кубка Мира не осталось ни одной шведской команды. Трагедия для шведского хоккея однозначна. «Динамо» Казани теперь предстояло биться за путевку в финал с красноярским Енисеем. «Динамо» Московская помирится силами с Байкалом Энергии. К сожалению, ожидать болельщицкого аншлага на полуфиналах Кубка Мира в Сан-Двикине не стоило. Ну, во-первых, они российские. Оба. Во-вторых, 10 утра и воскресенье. Хорошо, что журналисты, опять же, в основном российские, успели подтянуться. У шведов, понятное дело, траур по несбывшейся мечте. Но для России противостояние Казань-Красноярск – деликатес, можно сказать, теперь в рамках Кубка Мира. Самодержец красноярского хоккейного хозяйства Сергей Ломанов-старший против самого успешного тренера всей Руси Владимира Янукова. Ну и, наконец, обладатель стабильного отечественного состава игроков и созидатель новой интернациональной команды под флагом «Динамо» из Казани. Полуфинальная игра «Динамо» Казань-Енисей проходила по неголевому сценарию. То есть игроки терпеливо выжидали ошибки соперников, но если эти ошибки случались, то далеко не все они использовались. Так, в первом тайме Казань могла забить пару мячей, но моменты Дмитрия Логинова и Михаила Красикова в голы не превратились, а на табло Йоранса на арену красовалась нулевая ничья. Второй тайм в матче в плане созидания был поинтереснее. Сначала Сергей Ломанов-младший после розыгрыша углового нашел мячом щитки Сергея Шаброва на линии ворот. Причем, заметьте, Шабров уже не в первый раз спасает свою команду, находясь в нужном месте в нужное время. Спустя минуту сольный проход Алексея Бушуева завершался громким вздохом разочарования игрока национальной сборной России. И все же на 42-й минуте голевой прорыв случился. Его авторы Ханс Андерсон и Сами Лаканин. Казанский швед доставил мяч в штрафную, а Казанский финн исполнил мастер-класс, поразив ворота Енисея с не самой простой позиции. Все-таки значимость Сами Лаканин для Динамо-Казани переоценить невозможно. Молодец, Сами! Тут бы успокоиться динамовцам, но соперник-то не проигрывать вышел на полуфинальное шведское поле. Секундное замешательство в защитных порядках, и Сергей Ломанов находит проникающей передачей Евгения Швецова, который в ближнем бою переигрывает Андерса Свенсона. На табло 1-1. Ну а что вы хотели? В полуфинале достойных соперников редко бывает без напряжения. Однако нашелся в рядах Динамо-Казани игрок, вернувший уверенность в команде. Денис Артюшин хлоп, в уголок ворот, да верхом, и, пожалуйте, мил человек принимать поздравления партнерам. Три мяча на Кубке мира для молодого полузащитника – отличный результат. Что ж, теперь уже у Енисея болела голова, как отыгрываться. Пара-тройка моментов у ворот Динамо была создана красноярцами, но с счета эти моменты не изменили. Динамовцы тоже могли забить и снять все вопросы по поводу победы заранее. Но и казанцы в реализации своих моментов не преуспели. Спасение Енисея случилось на последней минуте основного времени матча. Евгений Швецов из-за пределов штрафной отправил мяч на пятачок перед воротами Свенсона, и здесь преуспел Артем Бондаренко. Он первым был на отскоке мяча от голкипера и отправил мяч в сетку. 2-2 по итогу двух таймов по полчаса. Теперь, согласно регламенту, все решали послематчевые булиты. С первым не справляются сами Лакоми. Тучи сгущаются над казанским Динамо. Смотрим Ломанова. Ломанов бьет влево нижний угол ворот, и Свенсон только почти справляется с этим ударом нападающего Енисея. Далее у казанцев забивают Алексей и Иван Щегловы, в прошлом красноярские игроки. И теперь спаситель Енисея в основное время Артем Бондаренко может вывести свою команду в финал Кубка Мира точным ударом по воротам Свенсона. Но точного удара не случилось. Так что теперь все продолжится в режиме до первого промаха. Владимир Янков с шутками и прибаутками отправляет исполнять следующий 12-метровый Алексея Бушуева. Команда не против, игрок вроде бы тоже. Главное попасть в цель. Точный удар Алексея Бушуева. И теперь уже казанская Динамо имеет психологическое преимущество. 5-4 счет на табло в пользу Динамо Казани. Делегат от Красноярска Артем Ахмедзянов. И его мяч свистит рядом со стойкой ворот. Так что, Енисей, до свидания. Динамо Казань, добро пожаловать в финал. Вот так бывает, когда команда мобилизует силы, сплачивается вопреки обстоятельствам. Результат не без благословения Фортуны приходит благодарственной весточкой. Это большой успех и моя благодарность ребятам, которые это сделали. Но еще впереди финал. Вот, поэтому посмотрим. Итак, Динамо Казань против сборной мира в лице московского Динамо. Нет, заранее сдаваться команда Владимира Янко не собиралась, ни в коем случае. Да, силы были неравны, но в финале не всегда побеждает сильнейший по определению. До 17-й минуты первого тайма казанцы смотрелись очень и неожиданно уверенно, не позволяя именитым соперникам почти ничего. Тонкая нить психологического равновесия была надорвана, когда арбитр, россиянин по воле случая, назначил угловой удар поворот Свенсона в весьма спорной ситуации. Предчувствие не обманули. Павел Рязанцев открывает счет в финальном матче Кубка мира, выводит московское Динамо вперед. Психологическое равновесие, конечно, надорвано, но характер казанский не сломлен. Алексей Бушуев, выстрел из-за пределов радиуса и Хвалько Струдон переводит мяч на угловой удар. В эти минуты преимущество Динамовцев в атаке ощутимо. И вот момент, после которого сами Лаконин, наверное, был обязан сравнивать счет в матче с Динамо. Михаил Красиков, по сути, идеальную передачу отправлял сами Лаконину, но не всегда случается и мастеру отличаться. Ну а Павел Рязанцев в концовке первого тайма делает счет 2-0 в пользу московского Динамо, по сути, предрешая исход поединка, финального поединка Кубка мира. Во втором тайме казанская Динамо не рассыпалась, вопреки ожиданиям болельщиков в Динамо Московского. И даже создавалось немало моментов у ворот Кирилла Хвалько, но эмоциональное и физическое истощение по ходу турнира сделало свое дело. Динамовцы Москвы были увереннее в завершающей стадии атаки. Абсолютная ясность в финале наступила после того, как Даниэль Мозберг отправил третий мяч в ворота казанского Динамо. Пришло время поздравлять Динамо Московское. Бенди Дрим Тим из столицы России, обладатели Кубка мира 2013 года. Долгожданный успех для москвичей. Ну а казанская Динамо – несомненный обладатель приза зрительских симпатий Кубка мира 2013. И теперь это выступление казанцев позволяет с оптимизмом смотреть в регулярный российский сезон. Подробности всех матчей с участием команды Динамо Казань смотрите в нашей программе. Это «Видеоспит». Всем удачи, всем побед!